Мерседес вновь поделился якобы шпионскими снимками закамуфлированного прототипа. На прошлой неделе для нас сфотографировали обновленный E-класс, а теперь дело дошло до флагманского электромобиля EQS. Судя по снимкам, электрический S-класс будет не седаном, а лифтбэком. Другие особенности — длинная база и короткий капот. EQS станет первой моделью на модульной платформе MEA. Благодаря оптимизированной компоновке будущая новинка сможет переплюнуть традиционный S-класс по простору и комфорту. Марк Астон Мартин за последние годы полностью обновила гамму суперкаров, построила новый завод в Уэльсе, представила первый кроссовер, готовит среднемоторную модель и электромобили под возрожденным брендом Лагонда. Однако бурная деятельность обернулась убытками. Спасти компанию вызвался консорциум канадского бизнесмена Лоуренса Стролла, который известен как владелец команды Формулы-1 Racing Point и инвестор мира моды. Главой Астона останется Энди Палмер, но Лоуренс Стролл получит пост председателя правления. Производственные планы пересмотрены. Серийный гиперкар Valkyria и родстер Vantage все же выйдут в ближайшие месяцы. А вот электрические модели отложены с 2022 на 2025 год. И если в случае с концептуальной Лагонды отсрочка легко объяснима, то почти готовый лифтбэк Rapid E откровенно жалко. К моменту выхода на рынок проекту исполнится 10 лет, и характеристики машины скорее всего устареют. И еще одним заметным последствием сделки станет переименование формульной команды Racing Point в Астон Мартин. Продолжение следует...